Мур, привет друг, это Зверько. Недавно, в тихую, без публичного анонса, Иксберг стал доступен для предзаказа в игре. За пару десятков алмазов, буквально. А значит, пора пилить гайд. Итак, начну с отличий характеристики. У Иксберга низкое значение базового ХП. Лишь 1288 на старте. Но он получает еще ХП от своей брони Фирога. В описании сказано, что столько же, сколько есть ХП, но мне кажется, немного меньше. Пассивка. Благодаря доспехам под названием Фирога, ХП Иксберга делится на две части, и весь входящий урон сначала идет в Фирогу. После уничтожения брони, Иксберг выпрыгивает из доспехов, получая короткую неуязвимость, и его навыки немного изменяются по области и урону. А сам он из ближнего боя переходит в дальний бой автоатакой. Чтобы восстановить броню, нужно либо подождать, пока полоска энергии заполнится, либо вернуться на базу, либо поджаривать первым навыком героев противника или лесных мобов, выбивая с них батарейки для брони. И тут тактическая проблема. Союзники могут бездумно, в кавычках, помогать тебе с мобом, хотя ты стоишь, восстанавливая же броню. Чуть подробнее в тактике. Отмечу, без брони ХП Иксберга, сколько бы вампирика у тебя не было, не будут прибавляться выше собственного значения, то есть не будут переходить автоматом в броню. А вот после восстановления брони у нее будет 50% запас ХП. Ну и лучше долечиться до полного, конечно. Дальше. Первый навык. Это огнеметный выстрел без остановки движения. Иксберг в принципе подвижный парень. Урона выстрел наносит не очень много, но он пробивает насквозь всех и разогревает противника. После чего дамаг начинает наноситься чистым уроном, навешивая небольшое замедление и выбивает батарейки, которые по сути ХП Иксберга и его энергия. На самом деле, на тестовом он казался, что только для применения ульты персонаж. Но как показала игра с хорошим пингом, постоянное поджаривание также болезненно для врагов. Когда броня сбивается с Иксберга, он начинает наносить урона меньше и не по такой широкой области. Зато дальше и можно хоть кого-то добить и в принципе быть полезным команде. Кстати, чужие батарейки подбирать нельзя, а жаль, было бы прикольно. Второй навык. Ракеты. Они вылетают, втыкаются в землю, после чего подтягиваются к Иксбергу, захватывая с собой батарейки и противников. Урона наносит ракеты весьма мало, но таким образом можно контролить некоторых врагов, притягивать заряды и даже подтягивать противника под вышку. Без брони ракеты летят в узкой области. Далеко, но врагов подтягивают совсем не так далеко, как в первом варианте. Главное свойство. Эти ракеты можно выпускать хоть когда. Во время действия первого навыка, во время действия ульты, поджариваешь и ресурсы подтягиваешь одновременно. Красота. Ульта. Иксберг прыгает вперед и начинает поджаривать огнеметом все вокруг. Урон чуть выше, чем у первого навыка, после чего взрывается, нанося чистый урон в зависимости от максимального хп противника. После чего броня разрушается и Иксберг переходит в режим без брони. Взрыв можно активировать раньше, чем дойдет таймер. На силе взрыва это никак не скажется. Тем более, если вам собьют броню во время вращения ульты, взрыв будет, но слабее примерно в половину. Если вам собьют броню до применения ульты, в принципе никакого тебе взрыва. Иди в угол набивать броню. Много инфида, но комбинация не такая уж и сложная будет в тактике. Дополнительные навыки. Более профитные два. Оцепенение и вспышка. И то и другое помогает реализовать ульту. Они работают во время ее действия. Эмблемы. Я предпочел эмблемы бойца с первым или вторым перком. Из-за того, что Иксберг наносит много мелкого урона множеству целей, я не определился, какой из этих двоих перков приятнее. Тактика. Как я и обещал. Комбинация. Поджариваем первым навыком. Применяем ульту и подтягиваем к себе вторым навыком. Взрыв. Дальше по обстоятельствам. Либо добиваем, особенно не встревая в бой, чтобы не получить контроль или смертельный выстрел. Либо бежим восстанавливать броню. В боевых условиях это становится достаточно проблемно, когда в средней или поздней игре лес уже подчищается союзниками и врагами очень быстро. Враг слишком опасен, чтобы восстановить броню с него. Но, если ты увидел бесхозного моба и нужно срочно вернуться в бой, ты можешь его поджаривать, выбивать батарейку и отбегать с его радиуса атаки, чтобы тот восстановился и вернулся на исходную точку. Так себе набиваешь броню и обратно в бой. На какую линию лучше идти? Выбор за тобой. Лучше с напарником, у которого есть контроль и ему не нужен лес. Минотавр вообще идеальный вариант. Его ульта достаточно долгая для применения твоей ульты и она не перемещает противников. Плюс его исцеление может поддерживать твой уровень брони, чтобы с комфортом реализовать ульту. Кусты можно проверять вторым навыком. Жаль, подходить придется на опасное расстояние. Кстати, против Наташи забавно играть. Жаришь в одну сторону, ракеты кидаешь в другую и зацепляешь нерадивую Наташку. Вообще жарить надо все, что двигается. А если не двигается, то двигать и все равно жарить. А как соберется массовка посмотреть на это дело? Прыгаешь в толпу ультой и подрываешь их. Главное взорваться раньше, чем снимут с себя броню. Ну и сборка. Я предпочитаю наносить урон не только ультой, но и навыками. Поэтому она через дамаг. Магические сапоги или сапоги воина. Лично я предпочитаю уменьшить кд. Топор кровожадности. Позволит поддерживать уровень хп не только за счет батареек. Щиты финны. Отличная защита для реализации ульты и поможет пережить погоню, когда вы без брони. Клинок отчаяния. Конечно, для буст урона. В совокупности с чистым уроном по разогретому врагу незаменимая вещь. Бесконечная битва. Добавит урона на автоатаку между поливанием огнем. И неожиданно бессмертие. Да, обычно не люблю этот предмет, но Иксборг воскресает заправленной броней. И если кд прошло, может ультануть еще раз. На этом все. Надеюсь, гайд поможет тебе освоить героя. Если видео тебе понравилось, подпишись, нажми колокольчик и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok